МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне Дня психолога разбираемся со специалистом в этой области, врачом-психотерапевтом Дмитрием Цитковым. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Если говорить о жителях Бурнаула, Алтайского края, как часто люди обращаются к вам за помощью? В рамках нашего города довольно часто, так как я как раз общаюсь с такими людьми. На мой взгляд, каждый, наверное, второй-третий житель города Бурнаула обращается ко мне и к другим специалистам. То есть довольно часто. Если описать портрет, кто это, мужчина, женщина, какой возраст, примерно, какой круг проблем интересует людей? Чаще всего это женщины, молодые женщины от 16-18 лет и до, наверное, до 50 лет. Мужчины тоже обращаются, но они более консервативны, их реже встречишь. Но это не значит, что проблемы у мужчин гораздо менее значимы, чем у женщин. Наверное, мужчин чаще приводят те самые женщины, да? О, если это касается алкоголизма, то да. А так мужчина в сознательном возрасте обычно сам приходит. К тому же, если мужчину приводит женщина, стоит задуматься, а мужчина ли он? Зачем это нужно? И нужно ли это самому мужчине? Дмитрий, а вот как понять человеку, что нужна психологическая помощь? Какая-то навязчивая проблема очень долгое время, но человеку, кажется, я справлюсь сам. Как понять, что нет, не справишься? Когда становится уже совсем-совсем не в моготу, когда попробовал собственными силами, когда попробовал обратиться к родственникам, к друзьям, в конце концов, попробовал просто излить душу кому-то, и это все не помогло. Ну, что ж, это повод обратиться к специалистам, пока не стало еще хуже, потому что, ну, лучше-то уж точно не будет. Ну, вот специалистов сейчас много, очень многие себя называют и психологами, и тренерами, сейчас это очень развито в различных соцсетях, да? Как не попасть к шарлатану? И как понять, что та терапия, если ее так можно назвать, она действительно действенна? Где вот эта вот точка отчета? Как понять, что есть результат? Я рекомендую при заключении сделок или, что называется, при походе к психологу-психотерапевту обязательно спрашивать, когда и какой будет результат. Пусть даже вам не будет гарантировать этот специалист результат, но он должен обозначить сферу своей деятельности, с чем он может помочь, что он может сделать, а чего не может. Ну, ведь многие проблемы требуют достаточно длительного взаимодействия, длительного общения. И я думаю, что зачастую человеку кажется, что ничего не происходит, если, допустим, это в течение нескольких лет он ходит к психологу. Вот что должно стать и для человека, и для психолога пониманием того, что вы на правильном пути? Это какие-то эмоции или... Если в перспективе имеется в виду, тогда, смотрите, разные виды психотерапии или разных техник подразумевают разное количество встреч. От нескольких штук, то есть там 3-5 до нескольких лет общения ежедневного. Тут уже человек сам выбирает, что ему больше подходит, что ему больше нравится. Но результатом будет изменение в его жизни. Если человек обращается с паниками при нахождении в закрытом пространстве, допустим, в самолете, в лифте, то для него критерием улучшения будет то, что он может спокойно прокатиться в лифте или слетать на самолете. Если же у него проблемы в взаимоотношении с какими-то людьми, то есть какие-то партнеры или люди вызывают острые неприязни, острый дискомфорт, то критерием улучшения самочувствия будет, что он может спокойно с ними общаться и не нарубаться. Дмитрий, одна моя приятельница, попав на прием к психологу впервые в своей жизни, сказала, что я там так плакала, я туда больше не пойду. Вот слезы, это критерии положительные для вас или наоборот, я больше не пойду, это плохо, что клиенты плачут? Для меня это замечательный критерий. Суть работы специалиста, чтобы клиент перепрожил правильно, так, чтобы он потом не возвращался к этому моменту. То есть вы на правильном пути, получается, да? Да, да, да. То есть, допустим, он обратился с какой-нибудь проблемой, что не может выразить правильно свои эмоции в общественном месте. Порыдал и пошел смеяться или ругаться в общественном месте. Пожалуйста, ему стало легче. Шикарно. Но если же после того, как он проплакался и не может опять, то либо недоработка, либо что-то сделано неправильным специалистом. Сейчас накануне Нового года очень многие люди планируют новую жизнь, сейчас очень много всяких аффирмаций, загадывают желания и прочее. Вы, как специалист, есть ли какие-то техники, которые помогают людям запрограммировать свой Новый год на какие-то позитивные изменения? Запрограммировать. Тут дело в вере. Если человек верит, что ему что-то поможет, его невозможно будет остановить. Ни в коем случае. Есть люди, которые считают, что нужно загадать, записать желание сжечь и растворить в бокале шампанское, выпить, все сбудется. Если они достаточно в этом уверены, судьба будет им благоволить, и их нежелания будут сбываться. Но никакой магии. Это только самонастрой. То же самое можно сказать про людей, страдающих алкоголизмом. Если такой человек приходит сам самостоятельно в центр, да ему даже достаточно просто в ушко подуть, погладить по голове, ему станет лучше. Так и в Новом году. Если человек собирается изменить свою жизнь, прикладывает какие-то усилия, настраивает себя, он что-то делает, то, конечно же, его жизнь изменится в ту сторону, в которую он пожелает. А каким образом? Вот в семьях, если, допустим, есть какая-то проблема, один человек, естественно, понимает, что нужно что-то менять, а второй нет. Как можно заставить? Заставить сложно, да? Как можно убедить своего союзника, спутника жизни, что помощь нужна? Да, шикарно. Это вопрос такой, кажется, узкий, на самом деле он более обширный. Тут можно задействовать и взаимоотношения с детьми, и с партнером. То есть как нам воспитывать, говорить с теми людьми, с которыми мы живем, если нельзя на них физически воздействовать, нельзя бить или заставлять? Что нам делать? Своим примером, своим личным примером. Поэтому, если вы считаете, что вокруг вас одни плохие люди, то, соответственно, они будут вокруг вас. Если вы считаете, что вокруг вас хорошие люди, вокруг вас будут хорошие люди, а плохие будут отскакивать. Так и тут. Если вы по жизни активист, способный человек, и к чему-то стремитесь, вокруг вас будут такие же люди, а приживалы будут постепенно отваливаться. Хотелось бы верить. Спасибо вам огромное, Дмитрий, за беседу. благодарю с наступающим вас профессиональным праздником. Спасибо, Евгения. Это была программа «Время. Наше время». Мы сегодня говорили с Дмитрием Цитковым, врачом-психотерапевтом, о том, как и кто нам может помочь, если в жизни возникают какие-то психологические проблемы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин